Для того, чтобы понять смысл управления коммерческой организацией, хорошо подходит образ работы на гончарном круге. Вот так выглядит ваш бизнес. Вот так вот в самом начале. Вот еще вот так. И вот так. Вот такой вот. Вот такой предвидительный ваш бизнес изначально. Вообще в идеале нужно, чтобы в начале круг вот этот гончарный стоял на месте. Потому что дальше очень важно, чтобы произошел хотя бы один оборот, коммерческий оборот, при котором усилия всей вашей команды превратились бы в добавленную стоимость тому продукту, к тем капиталовложениям, которые вы сделали. И если при этом обороте хоть какая-то копеечка получается, это уже большой плюс. Вот давайте рассмотрим, как это выглядит. У нас есть команда, состоящая из нескольких участков, либо нескольких человек. Если мы берем маленький бизнес, то это несколько человек. Каждый человек знает свое дело. И вот у нас получается, значит, первый человек делает вот этот участок работы. Второй человек делает вот этот участок работы. Третий человек, предположим, делает вот этот участок работы. Четвертый, предположим, вот этот. Третий, четвертый, первый, второй. В итоге у нас получается круг, на входе которого у нас одна сумма денег, на выходе другая сумма денег. Причем вот здесь у нас обязательно должен быть знак вот такой. То есть вот эта сумма больше, чем входящая сумма. Так вот, в идеале нужно добиться такого процесса, при котором процесс оборота в организации будет происходить без добавленных усилий руководителя. То есть сам оборот должен происходить без усилий руководителя. Руководитель же изменяет просто некоторые параметры вот этого оборота. Некоторые параметры. То есть либо на этом, либо на этом, либо на этом участке, либо на этом, либо какие-то концептуальные моменты, при которых вот здесь у нас на выходе становится все больше и больше прибавочной суммы. Тогда спросите, а что же тогда, как же вот на гончарном круге выглядит воздействие руководителя на этот процесс? А очень просто, давайте посмотрим. Вот у нас происходит оборот. Каждый раз происходит оборот. А руководитель делает какие-то дополнительные воздействия. Давайте рассмотрим, каждый у нас сотрудник в отдельности видит весь оборот или нет. Может он это видеть? Ну, теоретически может, конечно, если он какой-то такой пытливый ум и так далее. Но если человек видит весь этот процесс, это уже потенциальный руководитель, либо сам руководитель. Как правило, человек, один человек, участник команды, он замкнут на каком-то участке. И этот участок, его задача именно этот участок сделать идеально, работу на этом участке. Другой замкнут вот на этом участке, например, на нем цех. Ему не нужно видеть весь процесс. Главное, чтобы вот он здесь сделал все правильно. Сделал правильно, чтобы было на входе и что правильно должно произойти на выходе. Но в итоге слаженная работа всей команды так или иначе вам даст этот оборот. И что дальше происходит? Руководитель, как гончар, начинает воздействовать на этот процесс. И придает ему определенные формы, которые делают ваш оборот все более и более эффективным с каждым оборотом. Даже не столько это от оборота зависит, сколько от вашего воздействия. То есть, если вы на каком-то этапе прекратите воздействовать на свою команду, на свою организацию, то она так и будет. Она застынет в этом положении и ничего с ней происходить не будет. Будет происходить оборот и все. Но когда вы осуществляете воздействие, ваша организация становится все более и более приспособленной для получения прибыли. Таким образом, можно сказать, что гончарный круг замечательно иллюстрирует образ руководителя и управленческой функции в коммерческой структуре. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok